В Челне страшно жить. Обитатели поселка просят защитить их от бродячих собак. Человек собаке друг. Это похоже уже в прошлом. Это то самое переселение из ветхого жилья в неветхое. Новый район, пятиэтажки. Но во дворе все как раньше. Разбросанный мусор, тоска и барбоскины на каждом углу. Собаки вообще постоянно тут ходят численностью где-то от 15 штук и больше. Вот они ворошат помойки. Ребенка я раньше выпускала на площадку гулять. Сейчас я уже этого не делаю, потому что из окна увидела как-то 11 голов прямо здесь рядом. Потом наблюдала картину мальчика. Мальчик гулял маленький, два с половиной года, наверное. И его окружили пять собак и начали его облаивать здесь. В общем, ситуация все-таки, я думаю, критическая в поселке. Жильцы новостроек вроде как не промах. Женщины легко обращаются с моторами, но с бездомными собаками рядом находиться, мягко говоря, им некомфортно. На детей бросается. Ребенок шел со школы и бросила собаку на ребенка. И пусила за рукой все, что я слышала. И стаями бегают, и все, мы детей даже боимся отпускать, чтобы они вот гуляли. Вот сейчас вот почти даже не видно. Вот утром я гоняла, окно открывала и шокером гоняла собак, потому что их было, наверное, штук 10 возле окна. Там они бегали. А если бы человек пошел. Дети у нас бегают. Боишься, вот, например, даже на площадку боишься отпускать туда. Я все время хожу вместе с ней, потому что боишься отпускать, а вдруг они нападут. В 18-м доме бабушка живет, она, у нее собака. Каждый раз она у нее щенится. И они вот подростки есть, есть уже взрослые, а сейчас опять вот маленькие подрастают. Их никак не вывезти, этих собак. На улице Светлой в поселке Челна мысли темные. Как бы выжить, да не быть съеденным заживо. Впрочем, на крыльце местной администрации тоже собака. Без ошейника, но не бездомная. Чиновники не удивлены. Такая она психология сельского жителя. Люди в очереди, четвероногие на улице. Мы со своей стороны проводим работу. Я обращалась уже с экрана телевизора и в соцсетях по поводу того, чтобы жители прицепили своих собак. Сделали заявку на отлов в Пряжинский район. И в марте этого года будет произведен отлов 15 особей. Дальше будем еще делать заявки. Кинологом в одной из воинских частей Карелии Александр Тадинин отработал больше 10 лет. Дома есть собака, пес Арчи всегда на цепи. А если и гуляет, всегда под присмотром хозяина. Проблема жильцов новостроек на улице Светлой, считает Александр, во многом заслуга отдельных граждан. А страдают все окружающие. Здесь, чтобы эту проблему как-то решить, все зависит от человека. Все зависит от человека. Если у него есть собака, за собакой нужен присмотр. И невеликие деньги, например, на ту же кастрацию или стерилизацию. Если есть животное, значит, надо за ним присмотр. А не как у нас на светлое все пущено на самотек. Хозяева переехали в новое жилье, следом пришли все собаки. А теперь у этой собаки нет ни жилья, ни будки, ни вольера, ничего. Вот и все. Дети пошли в садик, собаки за ним. Человек пошел на работу, собаки за ним. Вот забили стаи. В Государственной Думе России принят закон об ответственном обращении с животными. Слишком много случаев, когда братья наши меньшие грубо обращаются с человеком. Закон более чем гуманный. Повсеместно должны быть приюты, за собаками особый уход. Это касается как больших городов, так и провинциальных. В Петрозаводске власти только при одной мысли о том, что придется сделать с бездомными собаками, берутся за голову. Если мы еще раз, я повторю цифру, это более 800 особей, то есть нам нужно, в приюте должно содержаться, ну, 100-200 животных, не больше, то это речь о 10-6 приютах идет. Для одного Петрозаводска? Для одного Петрозаводска. Это большие затраты, мы тоже их оцениваем, порядка 30 миллионов нам нужно на проведение этих работ. Что касается поселка Челна, едва ли законы сумеют повлиять на привычный ритм жизни. Быть может и правда лучше разрешить им построить будки для собак во дворах современных пятиэтажек, а там уже со временем придем к цивилизации.